Фокина приехал в цирк Шапито. На арене выступления животных, львов и тигров, крокодилов и змей. Порадует и интересная экстремальная байк-мото-шоу. Необычным будет и выступление акробатов из Кении, а также жонглеров и фокусников. До начала представления съемочная группа Тихоокеанского телевидения побывала за кулисами. Об этом в нашем материале программы. В наш город с новой программой приехал цирк Шапито. Свой шатер по традиции работники цирковой площадки располагают напротив магазина «Домотехника». Длительный зал вмещает в себя до полутора тысяч человек. Шоу-программа будет длиться три часа. Во время антракта дети и их родители смогут побаловать себя вкусностями, которые будут продаваться здесь же. Также на территории можно будет сфотографироваться с животными. Сами сотрудники цирка говорят, что программа у них интернациональная, как и они сами. Программа у нас тут очень разнообразная. Тут у нас есть и артисты с Кении, то есть негры, акробаты. Есть замечательная группа животных, львы, тигры, крокодил. В общем, такое смешанное экзотик-шоу. Разнообразные номера. Воздушный номер также есть. И собачки, то есть лирическая поэзия, постановка Ролана Быкова. Очень такой легендарный номер. Двой под зонтом. Мой отец работает. Ну и байк-мото-шоу. Как говорится, будем прыгать на мотоциклах, летать, показывать мастерство вождения на мотоцикле. Ну и также на одном колесе с педалями. То есть одно колесо с педалями такое. То есть, значит, экстремальное. Довольно экстремальное, да, такое шоу. Мы, зрители, видим только центральную часть цирковой жизни. Это красивые наряды, выступления артистов, дрессировщиков, животных. Но ведь именно ежедневный труд позволяет им показать действительно зрелищный трюк на арене. Будь то выступление тигров или прыжки на мотоцикле. Везде есть свои сложности. Животное должно доверять. А без доверия работы никакой не будет. Вот мы и пытаемся. Милые, пойдемте попробуем. Я стараюсь в манеже показать другое. Что на самом деле, если ты их любишь, они тоже тебя очень любят. То есть и вот этот вот близкий контакт, общение, любви. И что действительно человек и лев могут любить друг друга. Вот это я могу показать. Перед началом представления Сергей, артист мотобайк-шоу, обязательно проверяет технику, чтобы зрители смогли максимально насладиться безопасностью и зрелищностью трюков. А Юлия, дрессировщица тигров и львов. Как только ставят купол цирка, она выпускает своих пушистых любимцев, чтобы они смогли хорошо размяться и побегать. Учитывая строптивый независимый нрав хищных животных, каждое представление идет соблюдением всех мер безопасности. Манеж отделен от зрителей во время выступления львов заградительной сетью. Как только выставляют цирк, мы ставим клеточку, ну сетку страховочку, выпускаем. Это даже не репетиция, это просто бег. Они вот втроем там общаются, играются, валяют. И по шесть часов это происходит, то есть перед тем, как мы готовим их к выходу. То есть, во-первых, чтобы они обнюхались, чтобы они ничего не боялись, разные запахи. И, во-вторых, они приходят в себя в норму, в себя в норму приходят, и кровь быстрее бегает, то есть они уже спокойнее начинают работать. У каждого животного, будь то маленькая собачка-шпиц или 250-килограммовый красавец-лев, свой характер. И на дрессировку каждого из них уходит много времени. Ведь все животные так различаются по темпераменту. Глядя на этих крупных хищников африканской саванны, трудно поверить, что на арене они становятся подвластны воле одного человека и выполняют сложнейшие трюки. Как и люди разные, так и они разные. И поэтому с каждым вообще разный подход. Дрессуру хищников даже не преподают, потому что невозможно этому научить. Этому научишься только общаясь непосредственно с этими животными. Также зрители познакомятся с мастерством артистов классических цирковых жанров – жонглеров, акробатов и фокусников. Съемочная группа Тихоокеанского телевидения смогла пообщаться до выступления с акробатами из жаркой Африки. Ребята выполняют сложные номера на цирковых аренах почти 10 лет. Мы акробаты. Мы делаем пирамиды, прыгаем скакалку и колесо. Там как мы прыгаем, два колеса. И огонь тоже мы играем. На нам это очень интересно, потому что в каждом городе есть что-то новое, интересное, люди тоже пообщаются, смотри, как мир есть. Вот нормально. А сколько вы уже лет гастролируете? Сейчас общие линии. Ну, например, ты сам сколько уже лет ездишь? По-моему, 10 лет. Напоследок ребята от имени всех артистов цирка пригласили на выступление. Мы приветствуем вас всех в кассе Демидовы. Спасибо, ребята. Я люблю тебя. Первое цирковое представление Демидовы состоится 2 ноября в 13 часов. Детям до 4 лет вход бесплатный. Все желающие насладиться ярким, зрелищным представлением могут приобрести билеты в кассы цирка напротив магазина «Домотехника». Продолжение следует...